Свой голос на одном из участков столицы одолгала государство. После президент провел брифинг для журналистов. Касым Жумартукаев поделился своими ожиданиями в отношении результатов референдума и высказался о работе нынешнего правительства. Касым Жумартукаев отдал свой голос на участке номер 211. Он расположен в президентском центре. Здесь с утра уже выстроилась очередь из желающих проголосовать. Ждать пришлось и главе государства. Затем последовала стандартная процедура. Член комиссии Айагой Сатина вручила президенту бюллетень. После чего глава государства прошел в кабину для тайного голосования. Разные избиратели приходили. В один момент подошел наш президент страны. Это было, конечно, волнительно. Он также подал удостоверение личности. Также расписался, как и все люди. Я его поздравила с праздником. Сказал Америки Ингузбин. И он сказал мне взаимно, Баргей Болсон. Для маленьких жителей столицы Нурали и Раяны сегодняшнее утро было насыщенным. На участок дети пришли вместе с родителями. Глава семейства Базарбай Урасхан говорит, голосовать вместе уже стало для них доброй традицией. Семья сделала совместное фото с президентом, чтобы запомнить этот важный день. На республиканский референдум я пришел вместе с семьей, так как мы выражаем свою позицию по этому вопросу. И с нами на одном участке голосовал президент. Мы не могли упустить такой момент и на память сфотографировались. Я была в чувствах очень красивых, потому что он такой простой. Я его уважаю. Я всегда его видела по телевизору. Я очень рада, что я пожимала руку самому президенту. На участке Касым Жумар-Тукаев провел брифинг для журналистов. Президент поделился своими ожиданиями от референдума и отметил, что казахстанцам предстоит сделать выбор, быть или не быть АЭС. Глава государства также ответил, кто будет заниматься строительством, если по итогам референдума решение получит поддержку народа. Это непростой вопрос. Правительство должно заняться анализом, провести соответствующие переговоры. Но мое личное видение данного вопроса состоит в том, что в Казахстане должен работать международный консорциум, который будет состоять из мировых компаний, обладающих самыми передовыми технологиями. Ну а дальше, как говорится, жизнь покажет. Спросили президента и о том, какие выводы сделаны после весенних паводков. Тогда, напомню, в Казахстане пострадали больше 19 тысяч объектов недвижимости. Свыше 8 тысяч из них не подлежат восстановлению. Глава государства, отвечая на вопрос журналистов, напомнил, что подобные стихийные бедствия захлестнули фактически весь мир. Это и наводнение в Центральной Европе, и ураган США. Такие стихийные бедствия трудно предсказать, но быть готовыми к ним и принимать превентивные меры обязательно нужно. Поэтому меры были приняты. Но заметьте, что без посторонней помощи Казахстан справился с этой проблемой, со стихийными бедствиями, мы мобилизовали и финансовые ресурсы, и человеческие ресурсы. И благодаря активной работе правительства Акимов мы смогли преодолеть все последствия. Во всяком случае, пострадавшие во время паводков получили новые жильё, причём до этих паводков они не имели такого жилья. Я обещал, что никто не останется в стороне, и в основном мы эту задачу выполнили. А вот как сам оценивает президент работу нынешнего правительства? Этот вопрос тоже прозвучал на брифинге. Правительство, на мой взгляд, работает активно, старается, выполняет задачи, которые поставлены мною, как главой государства. У нас очень напряжённая работа, которая, может быть, не видна средством массовой информации, поскольку я получаю информацию, я вообще читающий человек, поэтому нахожусь постоянно в курсе всех событий. И, конечно же, указываю на недостатки в работе и министров, и руководства правительства. Но 7 месяцев – это небольшой срок. Это значит, что пока выводы делать рано. Членам Кабмина ещё предстоит показать себя. Главная задача, напомнил президент, – это поиск источников экономического роста в нашей стране.